Выйдите на сцену. Вот Станислав Федосов, Марина Перепечай, Елена Степаненко, Галина Сазонова, Игорь Рух. А где Гуськов? Гуськов? Да он же здесь где-то. Пиджак его в гримерной. И в табель он расписался. Спит где-нибудь? Как спит в рабочее время? Евгений Ваганович, понимаете, у него в квартире идёт ремонт, и такие страшные обои наклеили, что он дома спать боится. Это безобразие. Словно мы не театр, а контора какая-то. Ну хорошо, вы там в фойе что-нибудь выяснили? Да, я выяснил точно. Давайте докладывайте, коротко. Ну хорошо, а спектакли нашим что-нибудь говорят? Вот вы вдвоём у входа стояли. Хвалят, очень хвалят. Особенно двое так хвалили? Прямо не знали, что и говорить. Да? Хвалили кому? Всем, кто мимо проходил. Понимаете, они хотели свои билеты продать. А никто не брал. Вы что хихикаете? Они пошутили, вы хихикаете. Вы где были? В буфете. Свои обывательские разговоры могли бы оставить при себе. Галочка? Да. Вы нам что расскажете? Восхищаются вами. Говорят, такой замечательный артист, а не побоялся пригласить к себе молодых талантливых актёров? Да, а уж не побоялся. Видно, сам уже не тянет. Что не тянет? Музыка готова? Прекрасно. Начинаем наш спектакль «Как поживаете». Как поживаете? Как поживаете? Поживаете как? Как поживаете! Как вы поживаете, как идут дела? Говорим друг другу мы при встрече. Хорошо. Неплохо. Лучше жизнь пошла. Честно говоря, хвалиться нечем. День идёт за днём, и в жизни путь бывает труден. Главное во всём не забывать, что все мы люди. Помни и держись. Не каждый день бывает праздник, но прекрасна жизнь, и в мире нет её прекрасней. Как вы поживаете? Как дела в семье? Где вы отдыхали этим летом? На любой вопрос, хоть он с виду прост, Жизнь даёт нам тысячи ответов. И я своим домом довольна. На первом этаже есть замечательная праздничная. На прошлой неделе сдали в стирку семь пододеяльников, Вчера обратно получили 14 простыней. А я счастлива от того, что меня за целый день сегодня нигде не нагрубили. Хоть я и в магазине была, и двушку меняла, и по междугородней разговаривала. Ну правильно, чтобы быть счастливым человеком, нужно уметь радоваться любым мелочам. Вот я, например, всегда радуюсь, когда зарплату получаю мелочь, а приятно... А мы с мужем уже пятый год в очереди за жигулями первыми стоим. А я всё-таки самый счастливый человек. Почему? А потому что меня вчера сын курить бросил. А я счастлива, потому что моя лучшая подруга сделала мне сегодня комплимент. Она сказала, что моё новое зелёное платье мне очень идёт, и что зелёный цвет вообще гармонирует с цветом моего лица. У меня тоже замечательная подруга, ей тоже нравится моё платье. Она говорит, что любуется им каждый день. Уже седьмой год. Мне тут недавно по знакомству достали венгерское средство от волос. И я его в течение шести месяцев втираю в голову по часовой стрелке три раза в день после еды. И вот результат. Но особенно я радуюсь по вечерам, когда подхожу к квартире любимой девушки. Я говорю себе, я высокий. Вот я, например, радуюсь даже тогда, когда в нашей столовой всё-таки успеваю взять моё любимое блюдо, которое ежедневно значится в меню под секретным названием Жар-Кур-Зел-Гор и Слож-Гар-Искар-Пюр. Я тоже люблю нашу столовую. Очень сытно кормят. Представляете, всего один раз поешь, и потом целую неделю на еду даже смотреть не хочется. А ещё у меня есть дочь. Очень любознательная, заботливая. Каждый раз спрашивает меня. Папа, тебя когда-нибудь била твоя мама? Нет, доченька, только твоя. А я перед сном мечтаю купить красивое платье. А я достать путёвку. А я количество приседаний по утрам на балконе постепенно довести до трёх. А я мечтаю найти в лесу корягу, похожую на нашего директора. Словом, мы все, мечтая каждый о своём, счастливо засыпаем. Понимая, что завтра будет такой же счастливый день. И послезавтра. И после. И после. И всегда. Будет так же хорошо. Потому что мы все, кто правильно. Счастливые люди! У нас такое радостное событие. Посмотрите, письмо. Дайте почитать. Нет, сначала пляшите. Ну вот так. А теперь кукарекните. Кукареку? Что это такое? На вас анонимка пришла. На меня? Да. Да кукарекался, да? Ну что ж там родимые дружки пишут? Пишут, что вы нечестный человек. Почему? Потому что вы не платите профсоюзных взносов с нетрудовых доходов. С каких это нетрудовых доходов? А вы почитайте. Вот, тут пишут, что в свободное от работы время вы стрижете пуделей и жен высокопоставленных особ. И что у вас от денег уже мозоли на руках. Где? Ой, вон мозоль. Ну это ж от лопаты. Так вы деньги уже лопатой гребете. Смотри, сходится. Да как вы смеете со мной так разговаривать? А вы на нас голос не повышайте. Вы лучше скажите, сколько вам лет. Вот тут сказано, что вы торговали шароварами еще во время русско-турецкой войны. Да? Да. А в 50-х годах вы гастролировали по Средней Азии, и у вас там была связь с одной женщиной, от которой в городе Учкудук у вас родился ансамбль Ела. Что за чушь вы здесь городите? Это мы здесь вопросы задаем. Вы были в Италии? Да. Сошлось. Что сошлось? Вот тут сказано, что вы плохо себя там вели, отставали от группы, смотрели неприличные фильмы, и продавали итальянцам нашу искусственную черную икру из нефтяных отходов. Вы вообще соображаете, зачем итальянцам наша черная икра из нефтяных отходов? Так зачем? Они ее обратно в нефть перегоняют. Товарищ Петросян, у вас при себе есть справки, заверенные в соответствующих организациях, что всего этого не было? Вы что, смеетесь надо мной? Тогда извините, уважаемые зрители, нам ненадолго придется забрать от вас нашего руководителя на производственное собрание. И если он не оправдается, то не обессудьте, пожалуйста. Наш спектакль во втором отделении продолжит ансамбль ЕЛА. Они тоже очень смешно выступают со своими лирическими песнями. Все в папочку пошли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Андра! Как вы поживаете, как и у нас дела. Говорим друг другу, мы при встрече. Хорошо.